Байкал В начале века Кругобайкальская железная дорога охватывает только часть южного побережья. С нее всего озера не увидишь. Попытаемся обойти вокруг. Время от весны до осени 1988 года. Место берега Байкала и впадающих рек. Берега, обживаемые человеком. Озеро начинается с горных источников и ледников Хамар-дабана, с ручьев и речушек. Первозданно чистым кажется этот снег, эта вода, этот мир. После восьми месяцев зимы весна никак не хочет начинаться. Холодное дыхание Байкала долго еще напоминает о зиме. В поселке Рыбаков, что на юге, в Байкальске, что на севере в Ангарске, к самой земле от ветров прижались. Вообще человеческого жилья у озера всегда мало было. Нежилые места. Красивые, но бесприютные. Вот и май наступил, а на озере еще лед. Любая живность к устьям рек тянется. Туда, где оттаяло, где корм. Только вылетел мотылек ручейника, впитавший первое тепло, а его уже птица дожидается. Все сильнее греет солнце, но холодна земля. Желтеет прошлогодней травой. К теплым прибрежным водам выходят медведи. Где-то рядом мечет икру, бычок. После зимнего голода захотелось медведям рыбки. Не брезгуют они и ручейником. На всех хватит. Счет safe. Купец. В Баргузинском заповеднике гостей весной много. Единственная возможность увидеть медведиц с медвежатами среди бела дня. Настанет лето, и они уйдут в горы. В прошлом веке Баргузинский соболь был почти сплошь выбит охотниками. Заповедник и был создан для его восстановления. Теперь соболе угрожает, так сказать, мирное наступление. Сокращается площадь заповедника. Уходит зверь от человека за пределы подли моря, в непроходимую тайгу. Две недели пришлось охотникам ловить соболя далеко в тайге, чтобы показать его вам. Все меньше безлюдных мест у Байкала. Оттаивает, рассыпается хрусталь байкальского льда. Вода в озере практически лишена солей, которые защитили бы ее от загрязнения. Секрет чистоты в биологической очистке. Миллиарды рачков Эпишура фильтруют воду. Главное, чтобы не нарушался температурный режим. Выше 12 градусов Эпишура погибнет. Когда ледяные иголки превратятся в ледяную кашу, Байкал как одеялом укроется. Ни проплыть, ни в воду влезть. Даже нерпу, байкальскому тюлени. Всегда считалось, что нерпе до Красной книги далеко. Ее так много, что выбивается около трех тысяч зверей в год. Но сколько мы не ездили, больших лещбищ не видали. Хотя они отмечены на всех картах. Может не повезло. Спросили у ученых, все ли им ясно с нерпой. Я, кстати, не очень помню те времена, когда всем было все ясно. Укровенно говоря. Но, во всяком случае, я не могу говорить за всю науку. Скажем, за наш нерпу любимую. По-моему, с ней вообще ничего не ясно. Абсолютно. Мы сейчас даже численность ее не можем сказать. Казалось бы, очень простой способ. Все известно, методика отработана Владимиром Ильичем Пастуховым. Давным-давно. 40 раз проводили этот учет. В результате мы не знаем численности, какая она сейчас на самом деле. Легенды рассказывают, что людям удавалось приручить нерпу. Были случаи, когда зверь спасал тонущих. Но это в легендах. Нам нужна научная истина. Откуда пришла нерпа к Байкалу? Как питается? Как выключает дыхание под водой? Способы же изучения еще далеки от совершенства. Конечно же, байкальский житель, охотник и рыбак убьет нерпу на прокорм, на одежду, хозяйственные надобности. Лишнего он у природы не возьмет. Но с каждым годом все больше у Байкала временных жителей. Надолго ли хватит этого леса, грибов и ягод? Но нельзя же огородить забором эти просторы. Есть мировой опыт развития туризма. Только используй. Вот начали уже приводить в порядок байкальский национальный парк. Будут и экологические тропы. Построим на берегах комфортабельные отели. Но кто в них будет жить? За последние годы споры о Байкале особенно обострились. Масштабы и темпы освоения природных богатств, которые диктовались государственной экономикой, вошли в противоречие с задачами охраны Байкала. Все чаще споры об экологии переходят в споры о нравственности. О том, зачем приходит человек к озеру, мы хотим рассказать в фильме. Это байкальские горожане. Неизбежное наступление цивилизации. Неизбежные рекреационные перегрузки. Долго ли мы еще сможем пить эту воду? Плятьи нас! ГРОССЕ БОЛОССЕЙ СИРЕНА Если бы только купальщики. проезжих путей по берегам почти никаких вертолетом дорого значит зимой по льду летом по воде и горючее и лес и стройматериалы и рыбу на этой большой дороге ловим байкал место работы с утра и до вечера раньше человек мимо проезжал то с востока шел с дарами запада то на запад с дарами востока наконец остановился северо-байкальск одна из стоянок была станция на байкало-амурск магистрали теперь город нет ничего постояннее в нашей жизни временных поселков к самому озеру подползают жреют на свалках приспособившиеся чайки других птиц уже не видно разрушается природное равновесие ради чего мы привыкли жаловаться на экономику без инфраструктуры а здесь создана инфраструктура но пока нет экономики проекте здесь планируется построить экологически чистое предприятие министерство радиопромышленности я не знаю насколько это можно данные найти приводить но это предприятие теперь министерство легкой промышленности швейная фабрика у нас большое количество женщин не находят в себе применения вот кроме того здесь северном нашем районе планируется развитие агропромышленного комплекса птицефабрика свинокомплекс тепличный большой комбинат горожан надо кормить но чтобы на тонком плодородном слое земли вырастить хоть что-то его надо засыпать удобрениями удобрение смывает в воду и цветет байкал сине-зеленой водорослью любое размещение человека вот на байкале она конечно имеет свое воздействие на наш байкал но в том то и заключается сейчас сложность вот наша чтобы сделать этот байкал сделать наш город вернее такой чтобы он был экологически чистым это мечта всех людей всего нашего из не только северобайкальского народа и наконец-то мы должны сюда привлечь все последние научно-технические достижения разработки с тем чтобы вот хотя бы на примере нашего молодого города северобайкальск вот что-то реальное сделать мы много говорим сейчас об орали много говорим о каспии вот здесь вот реально можно осуществить те все наши вот задумки все наши проекты и последние научно-технические достижения есть мечта достижений немного а реальность начинает редеть лес уменьшается площадь водосбора мелеют речки кажется мы начинаем понимать что время частных однодневных решений прошло нужно комплексное освоение природы и комплексная ее защита мы ищем вокруг байкала врагов природы злой умысел экономики но среди тех кто приехал сегодня любоваться байкалом могут оказаться отравлявшие его вчера на своем рабочем месте а лечатся они у озера от последствий того же яда и нельзя закрыть опасное производство это чей-то родной завод как можно лишать людей работы другой то здесь нет кого же призывать к культуре пользования природой вероятно всех вместе а пока будем рисовать уходящую натуру не забывая о том что ее может сменить сплавлять лес по байкалу будут не на баржах а в плотах сигарах еще до 1995 года значит будут еще гнить бревна и на байкальском дне и на берегах байкал может разделить в будущем участь селенги крупные реки впадающий в него это улан-удэ столица бурятий все трубы до дымы и воздух то не хорош а вода минерализация воды такова что прозрачность воды как правило не превышает 30 50 сантиметров нет местное население пьет воду только из колодцев ну это связано прежде всего с мутностью с очень большой мутностью воды ну и с тем что воду пить просто-напросто последнее время остерегаются боятся видимо ну как и желудочных заболеваний также изменяется очень сильно свойства воды как таковой органолептические да становится невкусной вычеркнутый из жизни 160 километров нерестилищ омуля и осетра от улан-удэ до дельты селенги смертельная для рыбы концентрация металлов и нефтепродуктов что ж поделаешь если уровень экологической защиты незапланированный показатель прямо в реку течет недоочищенная вода с целлюлозно-картонажного комбината родного брата знаменитого байкальского и если бы только одно предприятие нет комплексной охраны селенги поэтому внизу коктейль из стоков над ним коктейль дымов нам нужны картон и бумага нужны сегодня а грязную пену с воды можно сдуть я уже тоже эту тему когда-то поднимал вот недавно совсем была программа взгляд в этой программе показывали двух молодых фашистов так со свастикой очень интеллигентные ребята охраной байкала заботой о байкале заняты любители и профессионалы студенты и академики писатели и прокуроры однако общественное движение не всесильно она может лишь обратить внимание может остановить браконьера но хочется немедленного результата немедленной и всеобщей очистки споры кипят на берегу на что же надеется байкальским жителям ловить омуля в мутной воде умуль у нас тут значит по большой большой многотысячной записи какие еще у нас дары сибири меха конечно тоже у нас широкого хождения не имеет свободно это продажа хотя большинство наших граждан хорошо одевается в том числе и сибирский меха природа безусловно скудеет но главное то здесь виновник это наша безхозяйственность во-первых экологические вопросы они все связаны с экономикой и непосредственно из если мы не решим наших экологических проблем сегодняшнее развитие производства то мы не решим и экологические проблемы ну а так как сейчас это говорят в общем-то и горбачев это признает что сейчас наша политическая система которую мы перестраиваем не давала развиваться нашей экономики да то есть если поэтому здесь прямая взаимосвязь в общем то приходится занимаясь вопросами считаю что вопросами занимаясь экологии не интересуясь другими вещами просто невозможно пытались мы найти сибирские дары на иркутском рынке однако здесь все теперь завозное говорят торговали раньше омулям икрой зеленью даже яблоками своими теперь ради скорейшего развития сельского хозяйства так взялись за землю что она посинела приходится бороться с последствиями интенсификации защитники байкала добились закрытия завода фосфорных удобрений добились принятия комплексных государственных решений по защите озера экономика пытается найти общий язык с экологией долго ли продлятся эти поиски а может поискать в далеком прошлом есть культурная традиция вековой опыт сосуществования с природой мы должны мы должны себя менять то есть нам нужно вот это отношение к природе ставить на ну такую вот основу то есть те люди которые не знают вот скажем их не воспитывали скажем если вы для более службы много табу например в реке не купаться туда ничего не бросать кровь туда не пускать медали далее или молоко не проливать никто не будет выливать кровь в лечку это сильнейший этап моральный запрет для верующего не ослепление ограниченного ума этнос сохраняющий среду обитания сохраняет себя продлевает жизнь рода другое просто атеисты они относятся проще ко всем вещам то есть он живет только раз в жизни и мы не войнует что он будущем переродится во что-то скажем скажем в быка или в корову или что-то такое он этого не верить не может он хочет жить раз и хочет его прожить так как хочет и когда человек он сам по себе зачатки плохие вещи он начинает здесь чудить потому что контроля нет у него морали существует потому что сверху нет контроль нет никаких пожеств которые регулировали если он своровал значит это его вернуться его и здесь получается такая философия что сумел это сделать что-то если его не заметил значит он живет пока его не поймали а человек верующий он контролирует ее совесть он все будет помнить в то время это вывел ушат чего-то туда и когда через два года у него появятся какие-то неприятности он вспомнит это это есть контроль который регулирует везде в этой массе скажем буддисты очень регулировали народ можно регулировать нельзя точно не будет вырывать нравственность в природопользовании у нас тоже есть регулирующий закон запрещено например во время нереста ловить рыбу но когда целый рыбзавод ловит тогда вместо закона план вылова тогда берем омуля вместе с икрой такая с позволения сказать экономика разоряет не только природу но и души как важно уметь вовремя остановиться совсем не трогать не надо так говорится регулировать нужно вот как сейчас допустим лимитированным способом и в летний период где-то в переделах пятидесяти тысяч по байкану ловлет и вот сейчас нерестовый период отлавливают от нерестившего омуля в пределах три тысячи с лишним вот не больше но в дальнейшем намечается по видимо прибавить отлов ну и научной организации не против ну раз занимается конечно знают учет все на какой-то ведется учет ведется но это учет потерь гидроэнергетика потребовала поднять уровень воды пришлось затопить поймы залить нерестилище и опять рыбаки без улова чем может ответить природа байкал штормовыми ветрами до высокой волной побушует и успокоится опять будет для одних отстойник или садок с рыбой для других сибирский тракт или курорт все вытерпит у меня есть представление байкали как байкал баба переводе бабы это кажется отец байкал бабы вот у меня вот здесь вот это впечатление байкал бабы отца нет здесь не именно как человек какой-то вот допустим конкретно с каким-то характерным чертами нет не в этом вот моим представлением это байкал бабы бабы что-то в общем-то кстати почитание но не личностного ну что такое большое сильное и ласковое так если это все конечно можно совместить потому что ласки тут иногда мало бывает но иногда он действительно ласковый в то же время сильный шутки с ним плохие охранять его ну разумеется охранять все надо в том числе сильных он может быть грозным если он будет карать за за содеянный сон сделал плохой влил в байкал что-то вот он может за это карать это его право существует только вот понятие такой байкал и дух байкала вот духа байкала в общем то насколько я знаю ни на каких писаницах нигде не такого изображения видимо мне так кажется что это настолько величественное настолько великое что человек рука человека не поднималась на то чтобы каким-то образом высечь его на гранитных скалах в литературных источниках он это так вот вы наверное знаете балет красавица ангара да то есть в образе седого старика вы помните его вот нашу были ну когда вот от него убегала дочь ангара и он там ее хотел задержать но другого представления я думаю не только у меня и у других товарищей вот единственное батюшка батюшка наш байкал то что попадает байкал все выбрасывается на берег почему называют священным есть конечно же и природный запас прочности байкал выплескивает в мелководные заливы ссоры все инородные тела грязь да и микромир озера так организован что не впускает чужаков многие биологи утверждают что этой естественной защиты хватит надолго хотелось бы чтобы хватило перед вами байкал длина 636 километров ширина до 70 километров глубина 1620 метров восьмое по площади озера в мире максимальный возраст любого озера 10 тысяч лет котловине байкала не менее 20 миллионов миллионов а 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 Субтитры создавал DimaTorzok